Уважаемые коллеги, добро пожаловать на 227 заседание семинара московской секции 7 Сигмот. Сегодня наш гость Роман Самарев представляет МГТУ имени Баумана. И он нам расскажет о языке Джулио и направленность будет, насколько я понимаю, на применение этого языка для решения задач анализа данных. Так, Роман? В том числе. Хорошо, ладно. Все, да, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Привет, я Самарев Роман, и попробую сегодня рассказать о языке программирования Джулии. Ну, сразу о чем бы я хотел предупредить, это о том, что доклад рождался в муках, можно сказать. В какой-то степени он не совсем соответствует, в моем понимании, нашему профилю семинара. И здесь я попытался балансировать между тем, чтобы донести, так сказать, базовую синтаксис основы Джулии как таковой, как языка программирования, и то, что можно делать. Насколько получится, это отдельный вопрос по формату. Предлагаю так. У меня помимо презентации здесь под рукой сейчас находится среда программирования. То есть, если какие-то вопросы будут возникать, то я могу сказать, ну, по крайней мере, часть из тех вопросов живьем. Просто-напросто задавайте вопросы. Ну, в зависимости от того, кто у нас здесь собрался, давайте попробуем тогда в соответствующем направлении провести это мероприятие. Хорошо, Роман, как обычно, в процессе можем, да? Удобно? Да-да-да. И более того, еще раз говорю, еще раз обращаю внимание, что у меня здесь рядом под рукой находится среда программирования, на которой можно живьем показать, что происходит и как оно делается. Значит, ну, просто почему я об этом говорю? Просто потому, что презентация в какой-то степени у меня была частично использована как мастер-класс для студентов. Поэтому некоторые слайды здесь остались достаточно подробными. Но я постараюсь не акцентировать очень большое внимание на них. То есть, буду показывать для того, чтобы дать представление о синтаксисе. Но если какие-то вопросы будут возникать, то мы можем вернуться. Просто в этом случае задавайте вопросы и, соответственно, проиллюстрирую, как и что происходит. По языку Julia. Ну, прежде всего, что это такое? Это язык программирования, ориентированный на высокопроизводительные, прежде всего, математические вычисления, разработанные в MIT. Имеется Julia Lab и соответствующая компания Julia Computing, которая обеспечивает коммерческую поддержку. Первые публикации в литературе – это примерно 2012 год. Первая промышленная версия – это 2018 год. Сейчас уже готовится версия 1.8. Она находится в стадии релиз-кандидат. Но можно сказать, уже в этом году 4 года, как Julia находится в состоянии продакшн-релли. По самому влиянию на язык Julia оказали Lisp. Прежде всего, и Lisp, более того, Fent и Lisp входят в состав кода Julia Ruby. Достаточно серьезное влияние оказало математические языки, такие как MATLAB, ARR, само собой, и даже Python. Некоторые конструкции из Python вошли в Julia. Динамическая типизация, возможность явного указания типа. Копилируемый код используется с платформы LLVM. То есть код на Julia транслируется в LLVM код, LLVM код транслируется уже до целевой платформы. И имеется средство параллельного выполнения кода, средство управления вычислительным кластером на уровне самого языка. Касаемо того, как установить. Основная масса, ну скажем так, для тех случаев, когда вы хотите просто скачать файл, вы можете скачать для вашей операционной системы с непосредственно сайта Julia Land. Под линуксами лучше устанавливают через пакетные менеджеры. macOS, естественно, пакетный менеджер Brew. Самый популярный, самый распространенный. По средствам разработки. Juna некоторое время назад был основным средством. Сейчас, прежде всего, это плагин для VS Code. Есть возможность разрабатывать при помощи Jupyter. Pluto, собственное средство для Julia, которое очень похоже на блокноты, которые известны в Jupyter. Для Vim, для Emax и прочие плагины. Основное это средство VS Code. Немного, можно сказать, рекламы. Прежде всего, когда говорят о Julia, то в качестве аргумента, зачем использовать Julia, выносят производительность. Поэтому, естественно, нельзя не сказать о бенчмарках, которые есть. Бенчмарк, который я сейчас представлен на слайде, это бенчмарк по математическим операциям, который непосредственно находится на сайте Julia Land. Что мы здесь видим? Мы видим в качестве эталона реализации на C, и по вертикали у нас шкала порядки различий. То есть здесь первое, второе, десять, сто, тысяч и так далее раз. Во сколько раз медленнее все остальные языки? Мы видим здесь Julia второй поломкой. То есть расхождение по сравнению с языком C, ну, менее чем в пять раз по худшим случаям определенных бенчмарков, определенных действий. В некоторых случаях даже быстрее, причем еще тем быстрее. Что мы здесь видим? Что Julia, в принципе, у нас по производительности находится примерно в том же диапазоне, что и Rust. У Go уже выбросы, у Fortran еще больше выбросов, Java, видимо, уже там некоторая операция в десять раз отличается от C, ну, и по определенному цвету видим, что достаточно сильно отличается уже и от Julia. Все остальные языки оказываются сильно медленнее. И, собственно, последняя группа, три колонки – R, Octave, Matlab и Python. То есть видим, что различия по некоторым операциям с Julia почти до ста раз. Что еще можно сказать? Ну, вот эти ссылки, которые я привожу, это ссылки, по сути, с сайта Julia. Естественно, не могут они не хвастаться производительностью. Этот сайт посвящен сравнению обработки таблиц. Значит, по обработке таблиц есть несколько средств. Ну, что мы здесь видим? DataFrames – JL. Большинство пакетов в Julia имеют суффикс JL. На первом месте – это Polo RS, то есть Rust. На втором месте – это адаптированная библиотека для R. ClickHouse – соответственно, специализированная с UBD от Яндекс. Ну, и прочие средства – это уже Python-ориентированные, прочие библиотеки, прочие языки программирования. Значит, что мы здесь можем увидеть? Библиотека позволила обработать 50-гигабайтную таблицу вот такого размера, и время обработки составило 200 секунд. Что конкретно делало? Это следующий вопрос. Я крайне рекомендую, если вам надо обрабатывать таблицу, зайти просто-напросто и посмотреть этот бенчмар, потому что таблица приводится для разных операций, для разных режимов. То есть здесь я привел просто, можно сказать, в рекламных целях, для того, чтобы показать место Julia в обработке вот этих больших объемов данных. То есть ближайший конкурент, с кем сейчас Julia за область применения борется, это Python. Python мы видим, что большинство библиотек либо медленнее, либо просто не справляется уже с такими объемами. Так, по графовым операциям. Есть такой бенчмарк, сравнивающий на различных средствах, как идет обработка по стандартным графовым операциям, то есть нахождение там кратчейшего пути, пейджанг и прочее. Julia представлена в библиотеке LightGraphs. То, что здесь в таблице указано, это во сколько раз библиотеки, которые сравнивались, оказались быстрее, чем реализация NetworkX на Python. Причем не просто Python, а еще и сайты. Ну и что мы можем здесь видеть, что в случаях, например, нахождения кратчейшего пути, джулийная реализация, то есть чисто написанная на джулии, без каких-либо дополнительных библиотек и кусков, переписанных на C, оказалась в 300 раза быстрее, чем NetworkX. То есть в этом случае тоже получается гораздо предпочтительнее использовать джулию. Ну, немного рекламы прошли. Теперь давайте перейдем к синтаксису. Но, к сожалению, я не знаю, кто конкретно слушает сейчас этот доклад, то есть насколько мне надо углубляться. Сейчас просто в двух словах буду говорить для того, чтобы те, кто будут слушать потом записи, на том числе, по крайней мере, имели контекст. Если какие-то вопросы возникают, просто задавайте вопросы. Значит, по командной строке. У нас есть, давайте, наверное, покажу это на реальной среде разработки. Среда разработки имеет вот это самое REPL, REPL-консоль. То есть в REPL-консоль у нас есть возможность использовать несколько режимов. Зеленый режим по умолчанию – это режим, в котором мы можем выполнять любые действия, любые операции и сразу же видим результат. Мы можем выполнять… У меня сейчас среда разработки VS-код. Мы можем запускать на выполнение любой код отсюда. Мы можем идти по шагам. И мы сразу видим распечатки, которые у нас здесь получаются. Значит, по режимам. У Julia есть режим, собственно, основной. Есть режим пакетов. Режим пакетов я переключил на раз в закрывающую квадратную скобку. В режиме пакетов я могу посмотреть, какие у меня сейчас пакеты подключены в рамках текущей сессии. Я могу сделать… установить новые пакеты, удалить, посмотреть состояние, актуализировать и прочее. Есть режим Shell. То есть в режиме Shell я просто могу ввести любые команды, которые относятся к операционной системе. У меня сейчас операционная система в macOS, поэтому ALS – это просто распечатка содержимого директории. И еще один важный режим – это режим справки. Прямо отсюда, из вот этой командной строки, мы можем спросить о любой команде. Например, не о любой команде, а о любой функции. То есть справочник, который позволяет нам вытащить… Секунду. DataFrames. Например, любую документацию DataFrames. Так, using DataFrames. Почему не получилось? Потому что у меня в контексте текущей мне была подгружена библиотека, и после того, как я ее погрузил, вот, например, получил справку о DataFrame. Это достаточно удобно, потому что если вам нужно получить какую-то функцию, вы можете в любой момент переключить в режим Help, и после этого, соответственно, посмотреть, что происходит и как надо использовать соответствующую функцию. Так, по переменным. Ну, переменные, как в большинстве динамических языков программирования, мы не указываем никакой тип, указываем первое присвоение, и переменные начинают жить. Переменные можно писать, во-первых, латинскими буквами, во-вторых, можно использовать региональные алфавиты, лишь бы это поддерживалось Unicode, ну и в том числе большое количество греческих. В общем, надо сказать, что у Джулия, опять же, в режиме REPL есть возможность сразу использовать так и вот так. То есть, если нам нужно использовать какой-то специальный символ, мы можем прямо отсюда, из REPL при помощи, соответственно, обратной слэш, написать, как должно это обозначаться на английском языке, ну и после этого нажимаем Tab, и у нас появляется символ. То есть, все эти символы мы можем заиспользовать. Но некоторые символы Джулия уже знает, и нам определять не надо. Так, что здесь требуется? Ну, к именам переменного в нижнем регистре, подчеркиваю, недопустимо для разделения, ну и несколько ключевых слов мы переиспользовать не можем, потому что они используются в синтаксисе языка. По ветвлению кода конструкция if достаточно традиционная, и lcf как альтернатива, скобки не требуется, можно поставить, можно не ставить. Ну и println достаточно типичная конструкция для большинства языков программирования. Также тетральный оператор, условия, вопросительный знак, если истинный, если лоза. Конструкции типа switch здесь нет, то есть считается, что конструкция if, lcf в принципе достаточно для большинства случаев, просто не стали переусложнять сам язык. По циклам основные циклы есть, то есть while, for, причем for мы можем в нескольких вариантах писать, через равно, через in, во множестве, и более того, еще можем принадлежность использовать как символ множества. Джулия это все тоже понимает. Функции задаются словом function, причем у нас есть два варианта задания функции, то есть function, имя функции, аргументы. Мы можем использовать скриптовую форму без указания типа вообще. Джулия выведет типы сама при первом запуске. Но если мы хотим получить скорость, то желательно все-таки указывать типы, и более того, типы позволяют контролировать, что мы пишем. И есть короткая форма. То есть чем отличается короткая форма? Короткая форма отличается тем, что в soul function мы не пишем, мы пишем просто присвоить сигнатуре такой-то с аргументами действие такое-то. То есть то, что находится справа, это функция. По сути, форма равнозначная, и после этого у нас будет создана эта функция, и мы можем ее вызывать. Как видите, здесь используется уже греческий символ. То есть никто не мешает именно функции давать, в том числе любыми допустимыми идентификаторами из Unicode, в том числе Emoji, если нам очень это надо. Так, по функциям. Что здесь еще можно сказать? Понятие функции здесь относится к общему имени, и на одну функцию у нас может быть несколько методов. Об этом я скажу чуть позже, но что такое методы, это как раз элемент полиморфизма, который у нас используется в джулии и механизм Multiple Dispatch, который позволяет сделать несколько реализаций с одним именем, но с разными типами. Роман, прошу прощения, функции имеется в виду, что это без эффектов, да? Функции, ну, они могут быть с эффектами, они могут быть без эффекта. Здесь в чистом виде нет требования функционального программирования. То есть если функции напишем... То, что слово функция, это не обязывает к тому, чтобы эта штука не имела... Полностью в функционально чистом представлении нет, она не обязывает. То есть мы можем использовать, например, глобальные перемены, мы можем использовать аргументы с массивами, например, и элементы этих массивов менять. То есть в этом смысле это не чисто функциональный язык программирования, и чистоту функции здесь название function не гарантирует. Это мы отслеживаем сами как программисты. Но, естественно, рекомендуется функции делать чистыми. То есть просто по стилю, ну, к сожалению, сама она не гарантирует. Так, по системе типов. Система типов иерархическая. Об этом я скажу чуть позже, но в принципе, в принципе, вот для базового понимания, мы можем спросить у любого объекта, какого он есть типа, есть метод typeof. Мы можем, например, у типа спросить, кто у него супертип, либо его подтип. Есть соответствующие дерево типов. Это дерево типов, пожалуй, могу даже показать. Так, ну, так, ну, так, так, так. Значит, набос. Значит, вот он, этот пример. И, соответственно, что происходит? Если мы запускаем эти методы, например, у типа набо, сабтипы, эти у нас типы набо. Значит, вот он распечатал, что сабтипы для типа набо, это комплексный тип, какие-то проще, нас интересует больше real, и прочие составные типы. Ну, и супертипы, например, мы можем даже воспользоваться соответствующим способом вывода структуры. То есть небольшой метод, который в данном случае, что я сделал, он сделал распечатку всех типов, подтипов набо, как дерево. И видим, что у нас у типа набо есть комплексный тип. У нас есть real, real, соответственно, abstract, abstract традициональный, ну, и прочее, пошли реализации чисел с плавающей точкой, интеджи, ветка, числа логические, знаковые, беззнаковые, ну, и прочее. То есть доступ к этой информации у Джулии имеется. А что возвращает typeof? Typeof возвращает имя типа. Нет, не строку. Typeof, вот она, именно как тип его, как тип. То есть если мы напишем а равно type, например, единичка, то мы получим и typeof а имеет data type. То есть видите, мы сначала запросили, какого типа у нас единичка, присвоили результат переменной а, и как следствие, теперь спросив, а какого типа у нас а, а у нас имеет тип data type. А что мы в динамике можем с этим сделать typeof? Новую переменную создать? Ну, мы можем, в принципе, переменную создать, typeof, мы можем создать, например, массив с этим типом, и прочее. То есть у нас, раз есть у нас тип как тип, в общем-то, с ним дальше можем работать. Окей, понял. Спасибо. То есть в этом смысле доступ у нас ко всей системе типов имеется. Значит, по целым числам. Здесь особо хитрого ничего нет. То есть числа достаточно стандартные. С указанием разрядности мы можем сами выбрать, что нам нужно. Дальше для каждого числа, целого, не целого, мы можем спросить, какое минимальное значение, какое максимальное значение. Мы можем спросить у типа, например, integer знаковый, u-integer, то есть unsigned integer, беззнаковый для данных конкретных типов. Ну, для 8 понятно, что это 1-бейтовый, значит, минус 128, 127, либо для беззнакового от 0 до 255. Числа с плавающей точки тоже достаточно стандартные. Мы сами можем выбирать точно, то есть 16, 32, 64, 128, по-моему, у нас тоже имеется. С точки зрения внутреннего представления ничего хитрого нет. Арифметические операции относительно стандартные, но они все здесь реализованы, естественно, которые есть традиционно для прочих языков программирования. Есть, кроме того, в дроби, достаточно такой специфический случай, то есть в каких он нам в случаях нужен, например, 2 третьих, например, умножить или плюс, 6, ну пусть будет пятых. И вот нам результат получился там, 28-15. В каких случаях нужно, не знаю, но оно есть. Значит, из специфических операций, что есть? Разделены операции деления, которые являются делением с плавающей точки, и делением целочистенными. Они обозначаются разными операциями, и более того, есть еще операции обратного деления. Остаток деления достаточно традиционная операция, все прочие, но в той или иной степени похожи. То есть единственная тонкость, что деление, которое мы делаем таким образом, даже если у нас аргументы целые, мы получим плавающую точку в итоге. В этом случае, при переходе из других языков программирования, просто надо об этом помнить и использовать, если нам нужно только целочисленные деления, соответствующие операции. Значит, по строкам. По строкам здесь особо хитрого ничего нет, кроме внутреннего представления. Строки мы можем создавать так же точно, как в прочих языках программирования, мы можем вывести на экран, мы можем запросить через read.ln, через read.line с консоли ожидания ввода этой самой строки. Есть полезные функции, причем у Джулии используется стиль сходный с математическими языками программирования, то есть разделитель в виде подчеркивания обычно не ставится, хотя, конечно, иногда это неудобно. Скорее, для тех, кто пришел с MATLAB, такая форма, она понятна с разделением, но, опять же, хорошо или плохо, вот такая форма хороша для тех, кто является носителем языка и функции длинные, когда человек не знает компоненты этого слова, это не очень удобно. Подчеркивание, конечно, удобнее, и символ подчеркивания идет уже из тех языков, скорее, как Ruby, как Python, кто привык именно к этим языкам программирования, в общем-то, и то, и то используется в джуглее. Стандартная функция, то есть входит, не входит, отвечает true или false под строку. Значит, find first, find next, то есть найти первое вхождение, следующее вхождение и так далее. Этих функций достаточно много и присутствует. Значит, можно посмотреть по документации состав этих функций. Теперь по поводу Unicode. Здесь есть такая тонкость. Дело в том, что строка Julie, если мы вставляем что-то с нелатинскими символами, то как строку она, естественно, будет это содержать, но здесь есть расхождение, связанное с тем, что выдают нам методы. Например, length нам будет выдавать как строку количество символов, а size нам будет выдавать количество байт, занятых этой строкой. То есть, когда мы создали str, мы на самом деле выделили байтовую строку, если мы пытаемся распечатать индексы, мы увидим, что индексы, которые у нас представлены для Unicode символов, не являются последовательными. То есть, внутреннее представление Unicode 8 для латинской части мы видим последовательные индексы, для национальных алфавитов мы будем видеть шаг, который соответствует Unicode представлению этих символов. Он может быть 1, 2 и 4. Так вот, для того, чтобы правильно определять позиции, собственно, есть некоторые неудобства для работы, но неудобства, к которому просто нам привыкнуть. Мы не можем просто пойти по каждому элементу по байтовому представлению. Мы должны пользоваться соответствующими методами, которые позволяют правильно находить границы Unicode символов при помощи либо each index, либо find index, либо next index, либо this index позволяет определить начало, если мы обратимся, например, к 17 символу, this index вернет нам 16, как начало этого Unicode символа. Ну и, помимо всего прочего, обращаю внимание, что нумерация индексов у нас в джуле начинается с единички, свойственно математическим языком программирования. Для того, чтобы не возиться вот с такой схемой, есть соответствующий контейнер, который называется strs. strs позволяет упаковать обычную строку, и после этого мы с ней можем работать с обычным массивом. Ну и, помимо всего прочего, мы можем вообще-то преобразовать при помощи метода collect любую строку к массиву char. стоит это делать или не стоит, это отдельный вопрос. Проблема может быть связана с внутренним представлением. То есть, все-таки, обо этого представления, это родное представление для строк, и с ним, если можем, то лучше с ним и работать. Кроме того, есть специальный пакет, собственно, strs нам предоставляет возможность при помощи вот такой вот обработки f, f это внутренний метод fstr, или правильно сказать макросы, который распаковывает в том числе юникодные коды, которые находятся внутри строки. То есть, внутреннее представление он даст уже в виде символа, а не в виде последовательности, которая здесь написана. Так, теперь по поводу метода функции. То есть, пару слов я уже сказал, что мы здесь можем сделать. Мы можем объявить, например, функцию, которая выглядит как функция x плюс y. Что мы о ней можем сказать? Ну, эта функция, в общем-то, будет принимать аргументы любых типов. Они у нас никак не задекларированы. Если мы зададим два аргумента типа integer, то она честно посчитает как функции 3, как результат 3. Но если мы зададим, например, аргументы типа строки, то в этом случае мы получим ошибку. Так, значит, просьба я, поскольку экран не вижу, только на звук ориентируюсь. Если вопросы не задаете, отключите, пожалуйста, микрофон, потому что иначе меня это сразу отвлекает, как появившийся вновь звук. Я после этого ожидаю вопрос. Так, так вот, значит, функция. Если мы делаем вызов, например, с аргументами типа стрин, то в этом случае мы получим ошибку. Потому что операция плюс для строк у нас не определена. Конкатенация строк у нас для джули означает знак умножения. Так вот, что мы можем сделать? Мы можем явно задекларировать, что у нас есть функция f, то есть метод f для аргументов типа стрин. И после этого мы можем при помощи, например, функции стрин сказать, склеим мне через запятую эти две строки. Что мы после этого получили? А мы после этого получили показание, что у нас есть функция f с несколькими другими методами. Почему здесь три выдана? Это, скорее всего, на тот момент просто еще был создан какой-то метод с другим в другой сигнатуре с другими типами. После того, как мы создали соответствующий метод функции f, мы теперь можем вызвать эту функцию соответствующими аргументами. Ну и мы можем запросить, что, собственно, у нас по распечатке. Видимо, у меня просто ошибка не запралась. Она когда готовила презентацию. Значит, метод f нам показывает, что для данной сигнатуры, для данной функции f, для данного имени f, у нас есть две реализации. То есть, f со строками и f для типа any. То есть, отсутствие аргумента на самом деле означает тип any. помимо всего прочего, мы можем задать параметрические методы. Параметрические методы определяют следующее. Мы можем сказать, что функция f у нас задается для, например, симметричных аргументов x и y. То есть, мы не говорим, какое у нас условие, какое ограничение, мы просто говорим, что и x и y должны быть одного и того же типа. Либо мы можем сказать, что они могут быть разного типа, но оба типа являются потомками абстрактного типа integer. Либо мы можем сказать, что тип для x должен быть, например, потомком integer, а второй тип у нас должен быть plot. В зависимости от того, с какими мы аргументами мы вызываем, Julia будет находить соответствующую реализацию, соответствующий метод этой общей функции f. В этом смысле мы никак не ограничены, то есть, единственное, что требуется для правильного выбора функции, это правильные аргументы, правильные типы аргументов. по консольному вводу вывода. Для того, чтобы хоть как-то с скриптом работать, нам надо иметь возможность что-то выводить и что-то читать. В общем-то, все достаточно просто. То есть, readline читать, print, либо println, то есть, printline вывода строки с переводом на новую строчку. Если нам надо что-то разобрать, есть метод tryparse, и если нам надо преобразовать что-то в строку, то мы можем это сделать при помощи интерполяции. То есть, внутри строки доллар, в скобках после доллара мы можем написать любое выражение. То есть, что бы мы там ни написали, оно будет преобразовано в строку. В этом выражении могут быть конкретные операции, конкретные переменные, конкретные функции, результат выполнения будет поставлен в строку. Либо мы можем воспользоваться соответствующей функцией stream с любым количеством аргументов. Она просто-напросто преобразует это все в строку. И если мы хотим экзотический вариант, например, систему счисления как вы не перевести число, значит, воспользуемся опциональным аргументом, который называется base. По массивам. Добрались до массивов. Массивы – достаточно традиционная форма декларации, квадратные скобки и, собственно, литерал массива таким образом издается. Принципиально у Джулии то, что нумерация начинается с единицы. Для того, чтобы не путаться, есть метод first и можем воспользоваться begin-end в качестве ключевых слов, то есть если мы пишем в качестве индекса begin или end, то мы получим первый и последний элемент. Для того, чтобы пробежаться по всем элементам массива, достаточно просто написать цикл for для какой-то переменной, для всех значений, находящихся внутри этого массива. То есть в этом смысле тоже ничего хитрого. Теперь хитрость с размещением памяти. Дело в том, что Джулия по-разному размещает в памяти массивы, в зависимости от того, можно ли этот массив представить компактно и нельзя его представить компактно. Смотрите, compact array здесь в данном случае представляется каким-то конкретным типом. Значит, если дальше мы выделяем массив, в данном случае получается на 8 мегабайт, мы выделяем его подобным образом, то есть декларируем, какого типа у нас вектор. Вектор – это, можно сказать, синоним array с размерностью 1, то есть одномерный массив называется вектор. Тип этого массива декларировать в скобках – это уже вызов конструктора. Undev означает не определять никакое значение, не будет тратить время на то, чтобы его обнулить, и размер этого массива. То есть создается, выделяется область памяти, не присваивая никакие элементы. И после этого просто делается некое присвоение. Значит, этот метод является универсальным в зависимости от того, какого типа аргумент подставлен, тот самый type, он выделит в памяти соответствующим образом этот массив. Так вот, бенчмарк, макрос, это макрос, который реализован внутри бенчмарк-тулс, позволяет оценить производительность данной операции. То есть выполняется большое количество запусков с тем, чтобы получились статистически достоверные результаты измерения производительности. Что мы получаем? Если мы выделяем для интеджа, мы получаем оценку 900 микросекунд, так, минимальное время, нас интересует среднее время, значит, 2 миллисекунды. Если мы выделяем для типа any, мы получаем почти 30 миллисекунд. В чем разница? Разница заключается в том, что когда мы получаем примитивный тип, Julia может выделить непрерывный область памяти для этого массива. То есть в этом смысле массив очень похож на представление C, то есть непрерывный область памяти, с которой, соответственно, этот цикл будет работать и, соответственно, все предсказания процессора, кэш и прочее, все это будет прекрасно работать. Если же мы указываем тип any, тип any означает, что в состав этого массива, то есть в элементы массива может быть подставлено что угодно. Единственный вариант хранить что угодно, это хранить массив ссылок. Раз это массив ссылок, значит, представление его компактным быть не может с точки зрения представления элементов. Как следствие, мы видим уже эти сложности с адресацией, не сложности с адресацией, а косвенную адресацию, которая приводит к 30-кратному замедлению работы массива. То есть об этой особенности надо помнить, если мы можем выделить массив с компактным распределением памяти, то в этом случае у нас будет производительность с измеримой с языками C и Fortran. Если нет, и мы идем по этому пути, то в этом случае мы получим производительность измеримой с прочими скриптовыми языками программирования. Надеюсь, вопросов нет. Теперь по многомерным массивам. Многомерные массивы мы можем задать в форме литерала через точку запятой, например. Если мы указываем пробел, то мы сдаем строки. В этом случае что у нас создается? У нас создается двумерный массив, то есть тип array, размерность 2, тип integer. С точки зрения представления памяти это непрерывное пространство памяти, работаем по схеме Fortana. И мы можем обращаться к любому элементу этого массива. Либо мы можем запросить в данном случае всю строку. То есть не всю строку, а всю колонку. То есть что нас интересует? Нас интересует двоеточие. Это любые строки для колонки номер один. Соответственно такая форма означает для строки номер один выданным все значения колонок. И несколько слов теперь о внутреннем представлении. Что на самом деле происходит? Когда мы создаем матрицу, двумерный массив, мы можем использовать специальный тип матрикс, у нас компактно хранятся колонки. То есть схема именно фортрановская, схема не C. C у нас компактно представляется строки, фортран у нас компактно представляется колонки. Если мы дальше хотим приклеить новую колонку, мы должны воспользоваться соответствующим методом, который содержит символ H, то есть хоризонт конкординации. Второй вариант. Если мы хотим добавить строки новой, то в этом случае мы добавляем отдельно в каждую колонку, используем метод Vika. Vika это вертикл. Добавляем отдельную строку. Здесь синтаксическое различие, через запятую мы выдаем их как колонку, то есть когда мы создаем массив и указываем в литерале через запятую эти самые последовательности, мы на самом деле формируем колонку. То есть помним, что для любое представление массива это колонка. Для многомерного массива мы подобным образом можем склеить колонки. А во втором случае мы запятую не указываем, здесь указываем через пробел, через пробел, потому что это не что иное, как строка. То есть две разные колонки, которые мы приклеиваем к тому массиву, который у нас был до этого момента. Из интересных особенностей для того, чтобы не писать большой код, здесь есть очень полезная операция, называется векторная операция или механизм называется бродкастинг. Что он позволяет делать? Если у нас есть массив, в данном случае по синтаксису 1.3 это диапазон, а метод коллект преобразует диапазон в массив. То есть 1.3 это декларативное описание диапазона, и мы можем по нему пробежаться, но в памяти он будет существовать после преобразования его коллектора. Допустим, мы хотим выполнить операцию присвоения каждому элементу этого массива значение числа 5, то есть увеличить на 5. Как бы мы это могли сделать? Ну, естественно, мы можем писать цикл, но у Джулии есть бродкастинг оперейшн, то есть мы можем сказать примени операцию плюс для каждого элемента. Для того, чтобы воспользоваться этим оператором в бродкасте, нам надо поставить точку в имени оператора либо функции. ставится точка перед оператором, то есть плюс это оператор, соответственно, предполагается, что у оператора аргументы слева-справа, а соответственно, у функции, у любой функции, точку мы ставим в конце, то есть перед ее аргументом, и после этого у нас данный оператор либо данная функция применяется каждому элементу массива, то есть эта операция синтаксически достаточно простая, но она позволяет очень здорово сократить объем кода, и более того, с точки зрения внутренней реализации это позволяет глубоко оптимизировать под конкретные процессы. По структурам. Структуры здесь по сути есть двух видов, это структуры по умолчанию немодифицируемые и мьютер соответственно модифицируемые. Значит, если мы определяем какую-то структуру, мы можем в структуре определить поля, мы можем указывать тип, мы можем не указывать тип, в зависимости от того, что мы делаем, лучше указывать, конечно. После этого мы можем создать, то есть конструктор по умолчанию принимает аргументы позиционно соответствующие всем полям этой структуры, и после этого мы получаем какой-то объект соответствующий этой структуре. Попытка что-то изменить внутри этой структуры, которая задана как стракт, приведет к ошибке, просто потому, что структура у нас по умолчанию неизменяема. Если нам нужна изменяемая структура, значит декларируем mutable. Почему это сделано? Для того, чтобы оптимизировать производительность, то есть для стракт, которые не модифицируемы, соответственно, мы можем добиться больше производительности, просто потому, что не надо делать никаких лишних проверок. Конструктор по умолчанию можем не задавать, то есть если у нас конструктор вызывает только в соответствии с теми аргументами, которые есть, значит по умолчанию он уже есть, более того, мы можем сделать внутренний конструктор, то есть функция с именем этой структуры, которая содержит любые аргументы, она возвращает новый объект, который просто-напросто вызывает те аргументы, которые вызывают конструкцию по умолчанию и передает те аргументы, которые необходимы. Ну и после этого в данном случае что было изменено? Это пример того, что несмотря на то, что структура сама по себе не модифицируемая, но если полем структуры является какой-то объект, который может быть модифицируем, то в этом случае естественно контроль уже не работает. То есть в этом случае мы создали внутри структуры массив, внутри которого мы можем что угодно добавить. с mutable struct здесь все достаточно просто, то есть в отличие от предыдущего случая, если мы попытаемся потом изменять какие-то поля, мы это можем делать без каких-либо ограничений. Теперь следующий аспект это модули. Что такое модули? Понятие модуль декларировать соответствующим ключевым словом можно интерпретировать как некое пространство имен. То есть то, что мы определили внутри модуля, у нас дальше появляется возможность обратиться именно к этим методам, к этим переменам, которые у нас определены внутри модуля, через имя этого модуля. Ну, в том числе мы можем примешивать модули к текущему пространству. using это как раз способ, если мы написали using какой-то модуль, то все те методы, которые у нас декларированы через экспорт, будут доступны без указания имени этого модуля. С другой стороны, мы всегда можем добраться до них через имя модуля точка. Что про модули еще можно сказать? Когда мы ведем разработку на джулии, мы создаем пакет. Так вот, в рамках пакета у нас всегда есть один главный модуль, но внутри этого главного модуля у нас могут быть какие-то еще частные модули. То есть модуль это, можно сказать, скорее соглашение о том, как надо разграничивать пространство видимости переменных, но не более того. То есть не есть что-то строгое, но рекомендованное. в том числе рекомендованное, потому что при помощи модулей можно в какой-то степени, иногда это нужно, имитировать объектно-ориентированные подходы класса. Об этом чуть позже скажу. Композиции конвейер. Julia, в принципе, предполагает синтексис, похожий на лист, но к чему это приводит? Это приводит к тому, что если у нас очень много функций, то код становится сложно читаемый. То есть, естественно, мы можем каскадно вызывать функцию, аргументы функции, аргументы функции и так далее. Но такую последовательность мы можем написать в более читаемой форме при помощи оператора конвейера. Что такое конвейер? Аргумент передать следующей функции, передать следующей функции, передать следующей функции. Здесь, обратите внимание, функции перечислены по именам. И вот такая схема конвейера, она просто-напросто передает текущий аргумент в качестве аргумента этой функции, а результат передается дальше по конвейеру к следующей функции. То есть, если у нас у функции есть только один аргумент, можно вообще никак не указывать передачу этих самых аргументов, по умолчанию вот этот конвейер не распространяется. Такая форма, она уже, так сказать, более специфична для Ruby, для Python. Для прочих оперативных языков программирования. Полная форма выглядит следующим образом. То есть, по конвейеру у нас есть аргумент. Мы этот аргумент можем указать в качестве аргумента для лямбда-функции. И, собственно, вот он, аргумент и тело этой лямбда-функции. Дальше по конвейеру. То есть, какую функцию использовать, какую форму использовать, в зависимости от того, ориентируемся на читаемость. В зависимости от того, что лучше для восприятия кода, такую форму используем. Кроме того, есть оператор композиции. Что позволяет сделать композиции? Композиция, ну, клавиатуре, она недоступна, она нам доступна при помощи вот такой вот последовательности, собственно, Unique Symbol. Что мы в этом случае можем сделать? Мы можем сказать, что сделай нам композицию этих функций, и результаты этой композиции, к этому результату композиции примени аргумент вот такой. То есть, с точки зрения того, что здесь написано, это будет равносильно тому, что написано вот здесь и тому, что произойдет при передаче по конвейеру. Но просто математическая форма, которая именно свойственна для математиков. Композиция функций как функции. Здесь просто обращаю внимание, что для тех, кто пришел из оперативных языков программирования, естественно, такие формы более привычные, для математиков более привычные вот такая. язык джулии ориентирован прежде всего на математиков. Анонимные функции. Собственно, любая лямбда у нас может быть подставлена в качестве значения какого-то аргумента. То есть, f равно что-то. В данном случае мы задаем новый метод для сигнатуры f. Но более того, мы можем как переменные указывать самые лямбда-функции. Мы можем лямбда-функции передавать в качестве аргумента. У джулии есть такая особенность. Например, do-end конструкция явно просматривается из языка Ruby. Так вот, для того, чтобы сделать такую возможность сокращенного указания аргументов и возможность реализовать большое тело этой функции, в джулии есть соглашение, что первый аргумент, если он указан типа функции, то в этом случае этот аргумент может быть вынесен в do-end. Так вот, задекларирована функция do-something с первым аргументом типа функции и два прочих аргумента. Первое тело здесь было указано как f arc 1 arc 2. Ну, собственно, наша функция суммирована. То есть, что дальше здесь происходит? Наша функция, точнее, я не говорю, функция, которая указана здесь в качестве первого аргумента. Эту функцию нам надо каким-то образом задать. Если мы вызываем в такой форме, то f, соответственно, будет взято из глобального контекста, то есть, например, вот отсюда. Если мы указываем явно, мы можем указать оператор с двумя аргументами, мы можем указать функцию с двумя аргументами, мы можем указать лямбда-функцию с двумя аргументами, мы можем указать ту же самую лямбда-функцию, но только в виде открытого тела с двумя аргументами и результатом, который здесь возвращается. Что здесь возвращается? Почему здесь написано arc 1, arc 2 и больше ничего не написано. Потому что схема используется такая же, как, например, в языке Ruby. То есть результат последней операции всегда возвращается. Слово return есть, но оно опционально. Если мы его не пишем, любая функция, любой метод возвращает результат последней операции. И, соответственно, аналогично, любая лямбда-функция возвращает результат операции, ну и тело do-end всегда нам возвращает результат последней операции. Из элементов функционального программирования. Стандартные три функции – map, filter и reduce. То есть что такое? Данный слайд я обычно рисую для людей, которые впервые смотрят на элементы функционального программирования. Некоторое непонимание возникает из-за того, что надо мыслить в терминах функции обработки. Значит, map – что такое? У нас есть исходный массив и есть новый массив. И идея map – отобразить исходный массив на новый с сохранением количества элементов. И функция f, которая у нас здесь указана, является функцией преобразования. То есть в данном случае у нас указана функция преобразования, x плюс 5, то есть для каждого элемента массива добавить 5 и получить некий новый массив. И указать мы можем map – это стандартная функция джулии, соответственно, передать ей функцию, которая делает что-то. Мы можем указать как полную лямбда, мы можем указать здесь как лямбда-функцию, мы можем опять же указать как do-end, если нам это лучше для читаемости. В каких случаях использовать вот такую короткую форму, в каких длинную? Если у нас много строк в операции преобразования, то лучше использовать форму do-end, просто потому что иначе это затруднит читаемость. Хотя мы могли бы написать и здесь лямбда-функцию begin-end и сделать многострочник. Но воспринимается это плохо. Так, ну и что здесь можно сказать, что итоговый массив имеет тот же тип и не тот же тип. Неправильно говорю, тот тип, который у нас возвращается результатом операции – это функция преобразования. Но количество элементов этого массива у нас будет всегда равно исходному массиву. Второй оператор, вторая функция – это фильтр. То есть исходный массив, новый массив. Вот в этом случае у нас новый массив имеет всегда тот же самый тип, что и исходный, но количество элементов специально может быть меньше, до нуля. То есть фильтр что делает? На входе мы получаем массив, на выходе мы получаем тоже массив за вычетом функции фильтрации. Но в данном случае мы что фильтруем? Фильтруем только те элементы массива, которые являются четными. Опять же, мы можем разные формы написать. Мы можем полностью здесь написать либо готовую функцию, либо готовую с аргументом. В данном случае она принимает отдельный аргумент, поэтому мы можем полную форму лямбда не писать, либо написать в такой форме, какой угодно, прочее. Ну и последний из этих трех основных элементов национального программирования – это метод reduce. У Джулии, надо сказать, очень много вариантов reduce, fold и прочее для всех разных вариантов, но минимально надо просто знать, что есть reduce. Reduce – это свертка в некоторый аккумулятор. Аккумулятор мы сдаем через соответствующий опциональный аргумент init. Что дальше происходит? Дальше происходит по цепочке. Результат аккумулятор получает по результату выполнения этой функции. Каждый раз аккумулятор обновляется. Соответственно, никаких присвоений аккумулятора в явном виде мы не делаем, потому что в аккумулятор будет записан результат вычисления этой самой функции. Ну и на каждом новом шаге, то есть для каждого элемента, мы каждый раз обновляем аккумулятор результатом выполнения предыдущего шага и получаем в итоге некое новое значение. Что сюда может пойти? В общем-то там что угодно. Здесь есть в разных языках программирования различия в том, что интерпретируется в качестве аккумулятора. То есть в некоторых случаях у нас должен быть тип ровно тот же самый, в некоторых случаях мы можем делать разные типы. Но в джулином варианте, сколько помню, мы можем выбрать init любого типа. Fold, по-моему, у нас несет ограничение, то есть свертка этого самого массива на тот же тип, который у нас есть. То есть аргументы того же типа, что в исходном массиве. В общем-то все по минимальному и функциональному программированию. Дальше я хотел несколько слов сказать о системе типов. Ну, вопросов вроде нет. Так, сейчас. Вопросов нет. Значит, по системе типов. Система типов здесь достаточно интересная. То есть у джулии, джулии это не объектно ориентированное программирование. У нас, соответственно, типы понимания ООП такими же, как там, с представлением класса, с представлением полей быть не могут. Но система иерархическая. И в корне этой иерархии у нас находится тип any. Причем, что интересно, сверху находится тип any, а снизу находится тип union. Все типы, полную распечатку дерева сделать почти невозможно, потому что у any даже в базовом варианте порядка 600 непосредственных потомков. То есть типы различаются на абстрактные, на конкретные. И в чем главное отличие? Мы не можем создать экземпляры абстрактного типа. Мы можем создать только экземпляры конкретного типа. А абстрактные типы не могут иметь никаких полей. Более того, есть еще примитивные типы. Примитивные типы, соответственно, отображаются на регистре процессора. Непосредственно создать примитивные типы, насколько я понимаю, мы не можем. Для этого требуется некоторое изменение сей части джулии. То есть гипотетически это возможно, но уже с перекомпиляцией. Добавить какие-то поля и сделать потомка от конкретного типа невозможно. То есть конкретные типы всегда листья дерева, узлами могут быть только абстрактные типы. Ну и здесь, что представлено, это string. У string, abstract string есть string, соответственно, у numba есть real, abstract float, integer, пошли ветки. И эти ветки достаточно большие, я уже показывал, там несколько десятков типов. Ну и самое интересное, это тип union в конце. Так, теперь несколько слов по этим типам. По примитиву. Ну, внутри как оно, в принципе, может быть реализовано. И примерно вот этот вот код, в принципе, этот код исполняемый. Но, естественно, для тех типов, которые есть, это бессмысленно исполнять, просто потому что это уже внутренняя часть самой джулии системной ее библиотеки. То есть тип number. Мы можем даже не указывать, что он является потомком any, потому что это предполагается по умолчанию. То есть любой тип у нас всегда является потомком any. Прочие, abstract type, то есть типы, которые не имеют никакой реализации и никаких полей, они являются потомками number, abstract float являются потомками real и так далее. То есть дальше, когда мы доходим до примитивных типов, примитивные типы являются реализацией конкретных, точнее, конкретной реализацией 32 бита абстрактного типа float. Ну и, соответственно, 64 бита абстрактного типа abstract float и так далее. То есть пытаться подобным образом реализовать там свой тип с разрезностью 256-512 – это бессмысленно, это не получится. Но вот для базовых типов вот так примерно подобная схема, она реализована. Создать потомка от вот этих вот конкретных типов, конкретно примитивных типов, мы уже никак не можем. Теперь по поводу типа union. Что такое тип union? Тип union – это тип, который позволяет объединить несколько типов. Почему он заявлен как подтип универсальный? Потому что для любой комбинации типов мы всегда можем создать новый тип, как объединение нескольких других типов. Именно поэтому он является универсальным подтипом. То есть для этого подтипа мы можем сказать что-то подобное, то есть декларировать значение этого типа, декларировать значение со строкой этого типа. И да, он будет вполне создаваться и соглашаться с тем, что оно может быть. Но если мы пытаемся создать, например, float, у нас тип union является перечислителем, то есть integer и string. И, соответственно, тип с плавающей точкой у нас никак не пройдет в данный тип. Что мы еще можем делать? Мы можем делать параметрический составной тип, то есть объявить структуру, которой в качестве параметра указать определенные типы, и дальше сказать, что у нас поля должны быть этих типов. В любых комбинациях мы можем запросить несколько типов. Здесь есть тонкости. Что является подтипом? Например, инстанцированный параметрический тип у нас является потомком вот этого самого point, который не содержит указания какого-то типа. Но здесь такие тонкости имеются. Также можем указать какой-то конкретный abstract string. То есть, да, подставили конкретный тип, подставили абстрактный тип. Но, однако, если мы спросим, является ли у нас просто float потомком point, он скажет, что не является. Если мы спросим, является ли у нас, например, вот этот float 64 потомком такого, он скажет, что не является. И даже вот такой вариант он тоже скажет, что не является. Просто потому, что здесь появляются сложности вычисления, кто является предком потомком для параметрических типов, для инстанцирования подобного случая. И, в общем, да, понятно, что если у нас тип не указан, он является потомком. Но в случае разрешения уже конкретных подстановок, даже если у нас тип является потомком, в данном случае real, скажет, что она не может разрешить. И выдаст, соответственно, на операцию попытки сравнить предок-потомок эти типы, он выдаст false. Что еще может быть? У нас может быть абстрактный параметрический тип. То есть никаких внутренних полей, никаких объектов у нас быть не может. Ну и в этом случае, опять же, действуют примерно те же самые правила. То есть любой инстанцированный тип у нас будет потомком. Какие-то отношения дальше сравнить будут приводить к тому, что Джулия будет говорить, что она не видит этот тип потомком вот этого абстрактного типа с постановкой предка того типа, который мы представляли. Тип union all. Вот здесь есть следующая тонкость. Дело в том, что есть универсальный массив как вектор. Вот если мы создаем вектор как компактный массив с типом, например, integer, то здесь все в порядке. Джулия может его представить компактным представлением в памяти и, соответственно, оптимизировать его работу. Но есть тонкости, связанные с наследованием. Дело в том, что если массив у нас с типом any, либо с каким-то потомком any, как абстрактного типа, от которого у нас дальше могут быть и ссылки, и конкретные типы, конкретные примитивные типы, в этом случае Джулия уже пойдет по пути создания массива со ссылками. И в этом смысле, если у нас вектор является потомком вектора без указания, то есть конкретной, инстанцированной, вот вариантом вектор потомок any он быть не может, просто потому что any неизвестно что. В зависимости от того, что пойдет под конкретный тип, либо это будет массив с постановкой ссылок, либо массив с постановкой конкретных компактных представлений этих примитивных типов. То есть массив any совершенно не запрещает подставлять у него примитивные типы, но представление его в памяти не будет компактным. Ну и как следствие, для того, чтобы вообще с этим работать, есть тип union all, в рамках которого идет постановка универсального массива со вставкой любых прочих элементов внутри него, не только однородных массивов с конкретным типом, который подставлен. Конкретно по системе типов. Есть исследовательская группа, изначально чешская, сейчас, я так понимаю, они переехали на территорию США. И, в общем-то, несколько работ я как раз рекомендую посмотреть. Они занимаются исследованием языков программирования, именно как языков программирования. И вот систему типов для Джулии, они как раз попытались разговаривать. Более того, есть совместная статья Джефф Беттонсон, это один из базовых разработчиков. И система типов, это, насколько я понимаю, его диссертация была. Я так понимаю, они его взяли как главного консультанта всегда. Но, тем не менее, они сравнили эту систему типов, в том числе выявили несколько с математической точки зрения нестыковок, которые есть в системе типизации. Крайне рекомендую, если интересны математические аспекты и вопросы доказуемости кода как такового. Что еще есть интересного у Джулии? Понятие функторов. Понятие функтора – это так называемый объект, который может принимать аргументы и, собственно, как его создать. У нас есть некоторая структура в данном случае, и мы просто-напросто декларируем, что у нас есть функция, у которой есть аргумент, аргумент всегда справа, но в качестве имени функции мы указываем, что именем этой функции является объект типа полиномиал. Что дальше происходит? На самом деле мы здесь декларируем два метода. То есть вот он метод первый, вот он метод второй. И мы говорим, что если у нас этот объект вызывается с каким-то аргументом, то в этом случае мы выполняем вот эти функции, выполняем вот эти действия. А вот если у нас объект вызывается без аргументов, то мы вызываем его самого с аргументом 5. Значит, и в данном случае, если мы создаем этот полиномиал с некоторым массивом, как у нас в этой структуре, здесь есть некоторые коэффициенты, и дальше мы вызываем p, это переменная, которая у нас была создана. Так вот теперь мы вызываем это как функциональный объект, то есть передаем аргументы в тот объект, который мы создали. Мы в первом случае указываем, как p равно 3, то есть идем по этому пути, то есть p у нас не что иное, как объект вот этого типа, а в втором случае мы вызываем его без аргументов, то есть идем по второму пути и получаем вычисление для p равно 5. Значит, ну, что еще можно сказать? Так, к сожалению, у меня тут немного перепутанных слайдов. Значит, пример использования функторов, когда это удобно. Это удобно в том числе, когда нам надо задать, например, для какого-то объекта обработку с несколькими разными аргументами. Пускок программы для бичбарка нашего оценивали производительность на разбивке приложений, и, соответственно, есть несколько реализаций. То есть что мы получаем? Мы получаем объект, структуру, которая задает, как обрабатывать, как считать для случая 0TK, для JULI, чистого варианта обработки в лоб-текенайзер. В данный момент важно то, что мы создали в одном и другом случае объект со структуры benchmark frame, и дальше мы хотим вызвать. Вот пример функтора. То есть мы имеем некий объект, нам не надо создавать какие-то дополнительные функции и прочее, мы просто создали функтор, мы применяем аргументы к этому нашему ранее созданному объекту, и в данном случае для примера написал разные аргументы провести тестирование на разное количество экземпляров, примеров тестовых, и на разное время проведения. То есть как-то так. То есть функтор иногда сильно позволяет сократить код именно синтаксически, облегчить его читаемость, позволяет перенести ацент на то имя, которое мы выбрали в качестве имени этой переменной, то есть независимо от того, какое у нас было имя структуры. Собственно, опять же, за счет вот такого механизма синтаксически поддержать и облегчить этот код. Теперь по поводу полиморфизма. По сути, полиморфизм Джули присутствует, но присутствует он в механизме multiple dispatch. Если мы рассматриваем простой пример, есть некий у нас класс self-representative document, допустим, для OOP, возьмем Java в качестве примера, с двумя классами-потомками, invoice, receipt, и перекрытие этого метода show. То есть show в базовом классе реализован каким-то образом, дальше пишем override, что-то, что-то. Для классического OOP у нас что методы, что переменные, все находятся внутри этого класса. У Джулии понятия класса к таковому нету, есть понятие структуры, но понятие структуры – это конкретный тип. Конкретные типы не позволяют делать наследование. То есть следующий вопрос, естественно. Казалось бы, наследований нет, а что делать? Вариант Джулии очень простой. Мы делаем базовый абстрактный тип, и от него делаем конкретные типы потомки. То есть конкретные типы могут содержать уже конкретные поля, они вполне уже могут быть созданы, то есть в памяти будут созданы объекты этого типа, в которые будет выделена память. Что делать с методами? А вот с методами в Джулии все очень просто. Дело все в том, что любой метод может быть указан для аргументов любого типа. И даже для вот этого абстрактного типа или для корневого типа, для любого типа мы можем сказать, что у нас есть метод show, у которого есть аргумент типа абстрактного, у которого есть какая-то реализация. Если мы вызовем для любого, например, потомка, для любого типа потомка метод show, и у нас не будет своей реализации метода show, то в этом случае будет вызван вот этот базовый, просто потому что у нас по структуре типов будет выведено, что мы вызываем show для потомка. Если же мы хотим иметь переопределение этого типа, то все, что нам надо сделать, нам надо сделать новый метод для функции show. То есть show в данном случае выступает как функция с общим именем, а ее методы определяются аргументами и типами этих аргументов. То есть нужен нам метод show для класса invoice, мы просто-напросто определяем, что у нас есть doc invoice, и делаем новое тело. Ну и представляем, здесь в Java реализации сильно больше писать кода, поэтому здесь я просто воспользовался интерполяцией. Ну и для второго тоже. То есть полиморфизм в виде multiple dispatch у нас существует, но он существует на уровне переопределения функции, и здесь есть некоторые уже специфические джуриные проблемы. Дело все в том, что никто не гарантирует, что переопределение метода с какими-то типами не будет сделано в какой-то куске программы. Здесь есть такая специфичная проблема, как она называется, type pirating называется. То есть если у нас есть чужой модуль, например, чужие структуры, а мы в своем модуле переопределили типы, в этом случае мы можем, естественно, поломать логику, но, к сожалению, автоматически этого избежать никак нельзя. Об этом просто надо помнить, и надо стараться не захватывать чужие типы. То есть если мы реализуем какой-то пакет, если мы реализуем свой модуль, если у нас есть набор своих собственных структур, значит, вот только эти структуры, только своего модуля мы и переопределяем в базовых функциях, базовых методах. Чужие методы стараемся не захватывать, исключением специфических случаев, когда очень надо. Так, что еще у джулии есть? Джулии язык динамический, и джулии, помимо всего прочего, позволяет исполнять код. То есть мы можем писать любую строку, и при помощи мета parse мы можем разобрать эту строку в выражении. Надо сказать, что двоеточие перед каким-либо идентификатором – это тип символ. Тип символ означает тип некой последовательности, допустимо здесь только то, что допустимо для идентификатора, либо надо писать через символ с указанием соответствующей строки. То есть это аналог константных строк. Символ или константная строка присутствует в памяти только один раз. И надо сказать, что синтаксически это очень похоже на то, что используется у Ruby. То есть двоеточие что-то – это константная строка, которая представлена в памяти один раз. И сколько бы мы раз не написали в коде двоеточие call, это тем не менее будет отсылать к единому объекту. В памяти лишнее упоминание этого литерала не будет вызывать создание новых объектов памяти. Но касаемо выражения. Касаемо выражения символ двоеточия здесь интерпретируется как тип expression. Значит, получили тип expression. Что это значит? Этот expression мы можем спросить, что это такое. Вот тип expression имеет, собственно, это структура с двумя полями head и arcs. Head – тип операции. В данном случае мы видим, что 1 плюс 2 – это ничто иное, как вызов оператора плюс для аргументов 1, 2. То же самое мы можем сделать, если вызовем тип expression в чистом виде. И у нас есть метод, который называется evl. То есть для любого выражения мы можем вызвать evl и после этого просто-напросто джулия посчитает, что находится внутри. Мы можем получить распечатку любого выражения. То есть что это такое? Это абстрактное дерево разбора для выражения, например, синус от 2x. У Джулии еще синтоксически она позволяет писать составные такие конструкции. То есть 2x она интерпретирует не как идентификатор 2x, а 2 умножить на x. Потому что это используется, опять же, в математических записях. Данная конструкция в виде дерева, что у нас содержит колл, для синуса. То есть синус пойдет как символ синус, то есть это еще не разрешение самой функции, а разрешение на уровне дерева синтаксического разбора. И у нас программный есть доступ к этому дереву и синтаксического разбора. Значит, аргументом у нас для синуса является выражение, в рамках которого опять у нас является вызов оператора. умножить с двумя аргументами, 2 умножить на x. Ну и в данном случае у нас пока еще нет разрешения на операторы, на перемены и на все остальное. То есть дерево как дерево синтаксического разбора. Значит, что еще имеется? Ссылаюсь уже на вторую статью вот этой самой группы, которая исследует языки программирования. Значит, что они здесь исследуют? WordH in Julia. Так вот, есть такая проблема. Когда мы динамически подобным образом создаем через Evel определенный код, а по сути мы создаем новый код, то есть в Evel мы загружаем некое дерево синтаксического разбора и, собственно, декомпилируем его до кода. Здесь есть моменты, связанные с тем, когда и в какой момент времени у нас вступает в действие это выражение. То есть об этом надо помнить, если пишете программу с динамической генерацией кода, но другое дело, что все-таки вот таких вещей следует избегать, и в динамике, естественно, это будет работать медленнее, чем для кода, который уже прекомпилирован. То есть для каких-то этапов инициализации это допустимо. А вот если мы говорим о high performance, обработке больших объемов данных, то, конечно же, на лету генерируют код, это значит деградировать по производительности. Тем не менее, проблема заключается в следующем. Если мы загружаем некую последовательность, и была у нас предопределенная функция G, и мы дальше декларируем функцию F как некую новую функцию, вычисленную результатом выполнения Eval над этим деревом синтаксического разбора. Что мы здесь получим? Мы получим разные результаты для F, которая у нас вот здесь была определена, для одних и тех же аргументов. Значит, почему мы получим разные результаты? Потому что результат выполнения первого будет отличаться от результата выполнения второго. То есть результат выполнения в первый раз у нас там пойдет по F-схеме вот такой, и у нас, собственно, присвоение для G, у нас приопределение функции внутри. То есть для первого случая мы получим выражение, которое не будет включать в себя результат выполнения внутри Eval. Собственно, вот эта вот работа сравнивает с разными языками программирования. Опять же, если интересно, как она работает, Джулия не единственная в части такого динамического выполнения. Существует много языков программирования специфичного этого, но все же то с точки зрения вот этой доказуемости, формального вывода и прочего отправляю к этой статье и к работам этой группы просто потому, что это не является областью моей работы. Что еще можно сделать с метапрограммированием? Вот следующий шаг после того, как мы разобрались с выражениями как таковыми, это шаг в направлении макроса. Макросы, в отличие от expression, они являются компилируемыми. То есть если мы делаем вызов внутри программы, признаком макроса является символ коммерческой ad, это означает, что этот макрос у нас с точки зрения кода будет развернут и будет подставлен в то место, где мы его вызвали. Но главное отличие от обычного выражения, несмотря на то, что мы видим внутри выражения, это выражение будет откомпилировано. То есть макросы не замедляют работу программы. Макросы позволяют сократить объем кода, и макросы позволяют в том числе реализовывать то, что называется domain specific languages. Любой макрос, который у нас объявлен при помощи метода macroexpand, мы можем подставить его имя. Почему здесь написано main? Потому что любой макрос, который мы создали подобным образом, он у нас присоединится к пространству main. Мы получим распечатку. То есть у Julia в этом смысле все просто. У Julia можно распечатать тело любого макроса, распечатать в том числе представление LLM или машинное представление любого метода, который у нас есть, и в том числе найти по коду, где он, собственно, был. Если мы спросим этого X, кем он и является, он скажет, что он expression. Ну, понятно, мы развернули макрос, то есть макрос – это код, а вот развертка макроса – это есть не что иное, как некомпилированный expression. Макросы можно вызывать в форме без запятых и без скобок. И в этом случае, ну, здесь единственное требование, что они должны быть таким образом представлены, чтобы синтактически можно было понять, где у нас граница вот следующего выражения. То есть просто перенести expression на следующую строчку – это уже не получится, потому что синтаксис будет разорван, и не будет понятно expression 2 – это что такое. Это следующая строка с новым выражением, или это продолжение макроса. Джулия по умолчанию это будет интерпретировать как обрыв. То есть, ну, два варианта. Почему два варианта? Потому что в этом случае мы можем использовать последовательность выражения, и внутри макроса мы можем развернуть вот эти все выражения независимо. И они очень полезны в том случае, если мы хотим реализовать что-то типа вот DSL, то есть domain-specific embedded language. Есть пару ссылок я здесь дал. Так, ну, Datapypes. Даже доклад был поязычный, потому что разработчиком является наш товарищ. Chains – это, собственно, одна из библиотек на страничке гитхаба есть сравнение, в том числе с другими библиотеками последовательности. Что это такое? Это возможность сделать pipe, например. То есть и в том, и в другом случае это цепочки. Ну, здесь некая абстрактная тейбл, здесь data frame, где указаны операторы без каких-то конвейеров, без каких-то дополнительных действий. То есть как действия, причем, что интересно, что вот эти действия, они относятся к тем аргументам, которые передаются внутри. То есть за счет механизма макросов можно убрать все лишнее, можно не использовать нагромождение функций, можно не использовать нагромождение в виде конвейеров и передачи лямб, а просто в таком виде получить код, который внутри, тем не менее, является компилируемым, является достаточно быстрым. Так, еще что есть на механизме макросов. Есть макросы, соответствующие, которые позволяют писать строки, например, как R что-то, B что-то, F что-то. Полный вариант выглядит следующим образом. То есть некое обозначение, некий последовательный идентификатор, строка, и после этой самой строки дополнительные флаги, которые мы можем принимать. Так вот, для этих имен есть соответствующее соглашение. Соглашение, которое выглядит следующим образом. То есть макрос, у которого имя начинается с префикса этого идентификатора, подчеркивание stf. Ну и, соответственно, если у нас есть флаги, значит, флаг в качестве аргумента, если нет, значит, просто один аргумент. И именно по этой схеме реализована схема обработки регулярных выражений. То есть мы можем, Джулия, просто писать R, и R, кавычки, и дальше регулярное выражение. И у нас в итоге создается объект RPEX. Мы можем легко создать любые, абсолютно любые, свои собственные реализации. То есть с любыми именами, что угодно они могут делать, как угодно разбирать строки. То есть никак мы не ограничены. Это макрос, который будет автоматически разворачивать наши строки, подставленные с подобными выражениями. То есть удобно, в принципе, да. И самое главное, что удобно здесь возможность именно определить то, что называется custom streets. Кроме того, то же самое мы можем сделать для исполняемых команд. У Джулии, как, собственно, например, там, баши и прочих обратные слэши означают выполнить эту команду в операционной системе. Ну и более того, мы можем задать такое вот имя, любое имя, и переопределить макрос подобным образом. Стандартный макрос CMD, он определен подобным образом. То есть выражение, которое просто запустит, запуск, выполнен запуск этой команды в операционной системе. Ну, мы можем сделать любую обертку, которая нам только понадобится. Так, по синтексису, пожалуй, все. И следующий шаг. Почему Джулия интересна, как язык? Дело все в том, что создатели Джулии, хорошо понимая, что они далеко не первые, что вообще-то уже полно языкового программирования, подумали о том, как сделать Джулию тем средством, которое позволит ей стать интеграционной платформой. То есть, естественно, для Джулии, как и для прочих языкового программирования, важно иметь возможность запустить, по сути, стандартное соглашение C-Code, C-Function и прочее, то есть вызов C-функций, написанных на C, на C+++, непосредственно из кода. Делать это, конечно, не очень удобно, но это возможно. Есть специальные обертки, которые облегчают жизнь, в том числе, там есть специальные пакеты, которые автоматически упаковывают эти самые C-библиотеки и делают соответствующие флоты, в том числе, выгрузку вот этих прикомпилированных оберток. Если вы являетесь поставщиком пакета, вы можете постоянно использовать эти обертки и автоматически выгружать их на сайт-репозиторий. Что можем делать? Мы можем дальше Python вызывать непосредственно, мы можем MATLAB R вызывать из нашего кода, мы можем подключать Java-программы с активацией Java-машины, и есть специальные упаковщики C++ и прочее. Вообще, все, что касается вызова сторонних библиотек, сторонних языков программирования, смотреть в разделе Julio Interop. Как оно выглядит? Если нам нужна, например, библиотека на Python, то в этом случае мы можем просто-напросто сказать, подгрузить PyPol и при помощи PyImport подключить соответствующий метод. Дальше этот метод для Julio выглядит как, точнее, что мы здесь подключили. Мы подключили не сам метод, мы подключили структуру, которая имеет соответствующие методы, экспортированные из этого модуля MATLAB. Вызываем их уже как методы Julio, и Julio в этом смысле будет их воспринимать как родные. Ну и в том числе мы можем просто кусок кода вставить. То есть опять увидим вот этот кастом стрин кастом стрин с тремя кавычками в многосрочном варианте. То есть внутри что он вызовет? Он просто-напросто компилирует средство Python, обработает уже средство Python этот самый код и вытащит отсюда метод, который здесь есть. То есть дальше мы можем вызвать этот код опять сходным образом, даже не вытащить, в данном случае, поскольку мы по импорт не сделали, то просто выполнить опять этот код Python в том контексте, который у нас есть. Достоинство такого подхода, самое главное, что для огромного количества библиотек на Python мы можем не переписывать, если нам что-то мелкое нужно и что-то не критичное к производительности, мы можем просто воспользоваться существующей библиотекой. подход, что на Julia ничего нет, уже не работает. Julia, как интеграционная платформа, позволяет подключить библиотеки и на Python, и активировать Java, Java, соответственно, этот код я просто взял с странички этого самого пакета, Java Call. Что здесь мы можем видеть? Мы можем просто проимпортировать любой тип, проимпортировать, ну, не тип, а класс, терминология, естественно, out, например, как метод, мы можем вызвать любой метод, после того, как мы, собственно, довели вот такого, jcolum, мы можем сделать, мы можем сделать более удобную обертку, но чаще всего, все-таки, если нам очень надо использовать сторонние Java библиотеки, в которых есть сложный интерфейс, то проще сделать простую обертку на Java с упрощающим интерфейсом, который мы будем использовать, и дальше уже от себя подключаем. Тем не менее, возможно, такая имеется. Из полезных вещей для Julia. Julia, в принципе, по умолчанию компилирует тот код, который дали на вход, и на входе являются исходные файлы на том коде, который мы написали, тем не менее, этот вариант не является быстрым. Если мы хотим получить реальный быстрый вариант, нам надо каким-то образом прикомпилировать. И прикомпиляция здесь подразумевается в двух вариантах. Мы можем прикомпилировать LLVM-кода, а во-вторых, мы можем прикомпилировать до CIS-Image, то есть до бинарного кода целевой платформы. Есть специальный пакет, который называется Package Compiler, и с помощью этого Package Compiler мы можем либо сделать динамическую библиотеку, то есть, ну, это можно интерпретировать как образ памяти. То есть, когда мы запускаем программу на JULI, у нас в памяти формируется весь набор тех типов, которые у нас есть, тех переменных, которые у нас есть, и вообще все, что у нас там есть. И когда мы делаем сброс через CIS-Image, мы сбрасываем все методы со всеми типами, которые у нас там были, все декларации глобальных переменных, весь этот образ мы сбрасываем в Image. SO. Соответственно, когда мы в следующий раз хотим быстро получить активацию вот этого всего окружения, для того, чтобы не перекомпилировать, мы просто указываем в качестве аргумента для JULI этот образ, и он загружается из, в смысле, с диска, где мы это храним, в оперативную память. Получается практически мгновенная загрузка. Значит, почему я сейчас не говорю о конкретном исполняемом файле? Просто потому, что с конкретным исполняемым файлом могут быть некоторые сложности. Опять же, проблема с вот этой самой интероперабельностью. Значит, если мы хотим включить какие-то каскадные библиотеки на питоне, например, которые используют свои там менеджеры памяти, какие-то нагромождения там своего, там прочего, там кода на сайт, они на C++, на C++ и так далее, у нас может просто возникнуть конфликт при попытке сборки это в единый бинарный образ. Значит, когда мы храним, испускаем это в подобном виде, у нас подобных проблем нет, потому что у нас все части программы, которые у нас были, они все равно остаются на диске, если чего-то не хватит. Значит, это родные директории с той структурой, которую изложили разработчики пакетов, и вот такой вариант, он чаще всего используется, когда мы создаем этот самый бинарный образ для размещения на сервере. То есть, докер-контейнер, упаковывающий вот это все, и, соответственно, проблем каких-либо с активацией подобным образом у нас нет. Но это не так удобно, если мы хотим сделать настольную программу. Для настольных программ Джулии пока не используется. По деталям этого рекомендую посмотреть примеры, которые мы готовили в рамках нашего Russian Community. Был доклад с соответствующими примерами тем, как создавать разными способами эти пакеты. Здесь, что еще хотел бы отметить. У Джулии идет постоянное улучшение в части, во-первых, при компиляции, а во-вторых, в Джулии 1.8 задекларировано разделение части LLVM от, собственно, основного пакета. Я пока не пробовал 1.8, потому что она в релизе кандидата пока находится. К чему это потенциально приводит? Приводит к тому, что, в принципе, можно создать binary image, в рамках которого будет собрано только то, что непосредственно нужно для исполнения. Претензии к скриптовым языкам программирования, например, в части безопасности, что когда они находятся на сервере, у нас есть возможность написать любой код и выполнить. Так вот, после выделения этого кода LLVM-компилятора, соответственно, что получается? Что этот бинарный образ, собранный по Julia коду, по сути, становится примерно тем же самым, что у нас на Java, на C++, то есть код есть, добавить что-то в него новое уже будет невозможно, просто потому, что отсутствует в комплекте бинарного образа то, что позволяет, в принципе, откомпилировать LLVM-код. Так, значит, теперь... Роман, так можно ли вопрос по поводу этого образа? Вопрос вот какой. Значит, это вот образ, когда можно создать? То есть он ассоциирован с конкретным временем исполнения программы? То, что в памяти хранилось вот сейчас, в текущий момент? Или нет? Или это нечто чистое такое? Значит, когда мы собираем программу? Во-первых, у Джулии, я просто здесь выбросил, опять же, поскольку доклады, значит, будет перегружен, выбросил часть подготовки пакета. Значит, в рамках пакета мы программируем в терминах пакета. У нас, собственно, есть некий пакет с точкой входа, и для этого пакета у нас есть тесты, которые пускают все, что у него есть. Значит, у Джулии, в силу ее специфики компиляции, если, например, заданы какие-то методы без указания типов, они у нас должны быть в памяти с конкретными типами. Они появятся только тогда, когда мы запустим этот код. То есть, если мы декларируем функцию как f от x, y, и дальше мы запустили f от x, y с аргументами целых чисел, после чего мы запустили еще раз для чисел с плавающей точкой, она в памяти создаст два разных метода. То есть, первый метод будет для целых чисел, а второй будет для чисел с плавающей точкой. Хотя мы декларировали эту самую функцию с каким-то абстрактным типом, без указания, без декларации конкретного типа. Так вот, если идет вот такой вариант, то есть, программист не сдекларировал конкретные типы, Джулия должна создать каждый раз новый экземпляр. И вот, собственно, когда мы говорим об этом имидж, прежде всего речь идет о том, что в этот имидж вводят все результаты компиляции, всех методов со всеми типами, которые ей встретились. Так вот, для того, чтобы ей реально встретились все типы, мы должны подготовить соответствующие юнит-тесты таким образом, чтобы запустить весь код со всеми возможными вариантами его использования. И вот, все методы, которые ей встретились в таком случае, они будут уже представлены в бинарном виде, храниться в памяти, и после этого мы сбрасываем их на диск с тем, чтобы она не тратила время на компиляцию. Значит, если по какой-то причине мы не сделали это, она сможет запустить этот код с новыми аргументами, но будет тратить время на то, чтобы вывести соответствующий метод с новыми типами. Ну, понятно. То есть, вот о чем речь. То есть, для того, чтобы получить производительность, как там си программы, в частности, в загрузке, скорости загрузки и прочего, нам обязательно надо указать ей что-то подобное. Значит, теперь по поводу прикладного использования. прикладное использование здесь сложно, конечно, сказать, что кому нужно, потому что в Джулии сейчас библиотеки совершенно разносторонние, ну, так скажем, студентам, школьникам нужно одно, научным сотрудникам нужно другое, причем эти потребности, они сильно расходятся. Здесь я пошел, скорее, в обзорном направлении, то есть, ну, в графике функций. Есть универсальный пакет, который называется PlotGL, чем он хорош? это универсальная надстройка над так называемыми там, бакент для представления графиков, JR это один из них. Чем она интересна? Типовые функции сделаны как интерфейсы, а соответствующий слой, который рисует, мы можем подставлять. Есть реализации эти Matplot, реализации на Питоне, реализации, собственно, родные Джулины, мы можем взять реализации в том числе там с динамическим взаимодействием на JavaScript, прочее. То есть, ну, простейший график нарисовать очень просто. Plot, задали функции, для которых посчитать, задали шкалу, то есть, в виде диапазона там от 0 до 2P с шагом 0,1. Метки, которые нарисовать, и title. Вот, соответственно, итогом у нас нарисован график. Мы можем там нарисовать линию, то есть, если нам просто надо вывести картинку, мы можем ничего не делать. Если мы хотим дорисовать что-то, значит, у нас Plot создает текущий контекст этой самой рисовалки. H-line, собственно, с восклицательным знаком соглашения, как в Ruby, то есть, модифицирующий метод, который исправит на текущем контексте, дорисует нам прямую линию, то есть, horizontal line. И, если мы хотим сохранить что-то, savefig, соответственно, с этим ранее сохраненным контекстом, у нас получился png файл. То есть, сама догадается, какой файл сохранить по суффиксу, который мы здесь поставили. То есть, масса библиотек, надо сказать, для рисования, то есть, их реально достаточно много в зависимости от того, что мы хотим делать. Luxor просто один из вариантов. Основная наша библиотека DataFrames. DataFrames позиционируется как, можно сказать, ядро, если мы хотим работать с табличными данными. То есть, чаще всего, все, что связано с табличными данными, фильтрация табличных данных, join, группировки и прочее, проще всего это делать при помощи DataFrames. Про DataFrames данный слайд иллюстрирует пример создания таблицы для утрихсинусов и косинусов. То есть, как создать DataFrames? DataFrames как модуль, соглашение об обименовании во множественном числе, то есть, почти везде там у Джулии пакеты именуются как некий тип во множественном числе. И DataFrame создаем конкретный DataFrame. Значит, ось, ну, в смысле, ось, колонка X содержит массив, который мы сформировали вот здесь вот. То есть, где у нас есть синус, косинус, три колонки. X, соответственно, массив, вот этот, Y, синус, в смысле, второй массив, третий, вот он массив. DataFrame в такой схеме, он просто создаст нам переменные, это колонки по имени вот этих переменных, которые мы здесь задекларировали. То есть, что такое здесь, это просто форма указания опциональных параметров с определенным именем. Ну, и эти имена можно уже забрать изнутри. DataFrame мы можем сбросить, например, в CSV, мы можем также из любого восстановить DataFrame. В принципе, ничего здесь интересного нет. когда начинается интересное? И вот интересное здесь начинается в сравнении, например, с библиотекой Python и Pandas. Если мы пользуемся стандартными функциями, здесь фильтр, скорее, наверное, наиболее выдающаяся функция. Да потому, что критерии фильтрации мы задаем в терминах самой Джулии. При этом помним, что DataFrame написан полностью на Джулии, вся логика написана на Джулии, и любая функция Джулии, которая указана в качестве функции, она может быть непосредственно откомпилирована в код исполняемый, и как следствие, что бы мы ни указали в качестве критерия фильтрации, а критерии фильтрации мы можем по-разному совершенно указывать, все равно это будет интерпретироваться как родной для нее код и никоим образом не сказываться на производительности. И именно поэтому мы получаем производительность, не сильно отличающаяся от Rust, например, но сильно отличающаяся от Python, даже в случае любых выхищений с использованием сайта, компиляция и вынесение в носи и прочее. Хотя бы просто потому, что функция сравнения задать как функцию на Python просто невозможно. Просто потому, что разрыв языков для Джулии все это является родным. Значит, что смотреть? Ну, конкретно пример по фильтрации. Это пример из документации, но крайне рекомендую блог Бугумилы Камински. Почему? Потому что он является одним из основных разработчиков DataFrames и он постоянно пишет об использовании, об улучшении, о том, какие там возникают вопросы, все, что связано с DataFrames, это все к нему. DataFrames, помимо всего прочего, имеет еще стандартную функцию show, которая позволяет его распечатать вот в таком красивом виде. Query DSA, то есть Query GA это соответствующий пакет, который можно использовать совместно с DataFrames, без DataFrames, в общем-то, иногда его можно использовать, можно использовать прочие конвейерные библиотечки типа DataPipes, типа Chains и прочее. Чем они интересны? Тем, что Query позволяет NAT DataFrames, например, использовать такую форму, которая специфична для императивных языков программирования, то есть для Ruby, для Python и для Java. Вместо того, чтобы пользоваться последовательными операциями, которые там у DataFrames, мы можем такую кому-то более привычную форму использовать. То есть DataFrame мы указали в качестве корня этого конвейера и дальше по конвейеру, в данном случае с таким знаком, это макросы. Макросы, которые дальше соответственно распакуют этот код со всеми лямбдами, со всеми постановками и прочим. Тем не менее, код в таком виде становится последовательной частью обработки без создания дополнительных переменных, без каких-то прочих последовательностей. Query GL предоставляет два интерфейса. То есть первый интерфейс в виде конвейера, второй интерфейс в виде так называемой link style query, то есть from, join, select, collect. И надо сказать, что сам DataFrame позволяет большое количество функций для слияния, для группировки творческих таблиц. то, что нам надо сделать в таблице, мы можем, в принципе, сделать все в DataFrame без использования SQL. Но вот эта link-форма, она похожа на SQL, если кому-то надо. по Julia из прикладного применения достаточно активно развивается Julia Graphs. То есть графы, все, что с этим связано, метаграфы, то есть возможность присоединить дополнительные свойства, винить вершины, взвешенные графы, визуализация графов. Все это, можно сказать, в отдельном подразделе Julia Graphs. То есть углубляться не буду. Опять же, графовые операции очень разнородные, но единственное, что здесь надо сказать, что сейчас вопрос с производительностью уделяется огромное внимание, но это, как мы видели в 300-500 раз разница скорости по сравнению с библиотеками на Python. То, что касается машинного обучения и всего, что связано с этим. Julia AI это зонтичный проект, который по большому счету не реализует эти библиотеки, а он является определенным зонтиком, который втягивает огромное количество прочих библиотек. Он предоставляет что-то типа унифицированного интерфейса, то есть если вы хотите использовать машинное обучение, вот берете MLG и в рамках MLG вы можете подключать массу прочих сторонних библиотек. Но их реально очень много и почему я здесь обращаю внимание именно на Julia AI просто потому, потому что так, это у нас Turing и по-моему, могу ошибаться, по-моему, Turing и Венести. Значит, в рамках вот этого зонтичного проекта они просто собирают все, что под руку подвернулось и для первого знакомства лучше идти к ним просто хотя бы потому, что у них есть распечатки того, что они включают. А дальше уже, если вы хотите использовать какую-то конкретную библиотеку, идете к ним и смотрите. Flux.jl это основная библиотека для работы с нейросетями. С чем она хороша? Некоторое время назад, лет пять назад у Julia было несколько конкурирующих проектов, сейчас практически все не заблокли, Flux.jl является основным проектом. По сути, много чего делается, главное, что они являются абстрактным слоем над CPU и GPU. Для того, чтобы изменить на чем вы хотите исполнить, так по сути буквально по сути вставляете и все. В этом случае она идет не по пути CPU, а идет по пути GPU. Она позволяет определять свои нейросетей, функции потерь, огромное количество функций, опять же, поскольку это не есть цель данного доклада, отправляю Model Zoo, есть примеры, которые там есть, ну и экосистем, примеры, то есть экосистем вокруг Flux.jl, Flux.jl используется не только там, где используются нейросети, там, везде, где там вопросы, связанные с функциями активации, похожими и прочими. Так, по анализу текстов Julia. Ну, тут, конечно, надо признать, что все, что сейчас идет в NLP, там, основная масса идет вокруг нейросетей, на Python и PyTorch, тем не менее, тем не менее, особых проблем работать в Julia нет. Текст-анализ это базовый пакет, где используются традиционные методы анализа, текенизация, там, пост-тегин, всякие различные модели, там, TF-ADF, там, методы взвешивания, там, всякие разные, так скажем, BM25 и прочее. Значит, если это традиционные методы анализа, то в текст-анализе, если нужны алгоритмы эмбеддинс, не новые, типа, воповек, глаз, fast-tags, это эмбеддинг с JL, там, особого обновления нет, но они работают и работают, эмбеддинг для вот этих классических способов, классических алгоритмов и классических, так сказать, предпочитанных наборов данных, они уже есть, с ними можно пользоваться. Трансформерс, активно развивающийся проект, все, что связано с трансформерами GPT и BERT, используется, естественно, на 3-флакс. Вводная статья о методах анализа текстов, ее я на Хаббер писал несколько лет назад, ну, в принципе, если кому надо, можно погрузиться, она пока еще актуальна. Значит, хотелось бы сказать про прошлогоднюю статью Джулина о биоинформатике, но здесь среди авторов как минимум двое вижу активные участники Джулия-сообщества, значит, на что они напирают. Значит, почему Джулия интересна биоинформатикой? Потому что биоинформатикам, во-первых, нужен простой язык, который легкая читаемость кода, а во-вторых, производительность. Потому что, естественно, даже если они биоинформатики, они работают с статистическими данными, у них большое количество, ну, в том числе, вот таких вот специфических задач, им надо как-то работать, сидеть на медленном питоне с огромным количеством библиотек, и желание писать код на си, чтобы хоть как-то она работала, ну, в общем-то, у них тоже нет, хотя делали. Значит, и аргументы, которые они приводят в этой статье, я взял буквально несколько фрагментов из них, лучше, конечно, биоинформатикам рекомендовать прочитать всю статью. Например, вот такие вот линейные операции. То есть, если мы пишем на питоне, какие бы средства мы не использовали, numpy и прочее, в любом случае, numpy синтаксис не понимает. То есть, как буквально оно написано, так оно и будет выполнено. Плюс еще и преобразование типов. То есть, это не родные типы питона, это специальные типы numpy, которыми она конвертируется, с которыми она что-то делает. У Julia есть соответствующие операции, операции бродкастинг. То есть, если мы подобную конструкцию выполняем, то Julia может вполне себе сделать один-единственный цикл, который дальше упакует внутри эти действия. понятно, что с точки зрения действия одно и то же, но с точки зрения кода целевого мы получаем экономию как по преобразованию типов. Мы используем только родные типы Julia. Во-вторых, бродкастинг позволяет автоматически скомпоновать это до минимального объема кода внутри цикла. Ну и вот пример, который мы приводим для анализа, например, изображений, что для Julia изображение – это просто матрица. Матричные операции для Julia родные. То есть компактное представление в памяти, родные операции с точки зрения тех действий, которые есть. Resize – тоже родная операция. Единственное, что нам нужно, это входное изображение преобразовать. Там есть соответствующие image magic оберки, чтобы не на Julia писать, там чтение всех каких-то можно форматов, jpeg, gif и прочее. То есть преобразовали матрицу, работаем. Для питона у нас получаются проблемы с представлением памяти, ну это как они жалуются, что у них просто-напросто там были по памяти из-за перерасхода памяти. То есть что они еще пишут? Опять же, из этой же самой статьи. Например, есть математическое моделирование каких-то химических реакций. То есть с точки зрения Julia, опять же, то, что здесь написано, это не что иное, как domain-specific embedded language. То есть macros reaction network и описаны какие-то химические реакции. Я совершенно не буду вникать, что здесь за химические реакции, но то, что написано слева, для меня, это, честно говоря, что-то совершенно непонятное. Но поверим им, что это действительно что-то важное в биоинформатике и какие-то биохимические реакции. Значит, для расчета этого пакета, для расчета этих реакций используется Catalyst. Catalyst. То есть Catalyst. Джейли реализует domain-specific language с оперенциальными мероприятиями, с визуализацией и прочего. И внутри вот он набор каких-то протекающих реакций. Ну, собственно, реакция, которая вот здесь написана. Что она означает, опять же, это совершенно не знаю, но вот итог. Итог. У нас в декларативной форме заданной реакции мы получили расчет прохождения реакции. То есть что код вот здесь внутри, что код снаружи, это везде код на Джули. То есть если мы хотим что-то подобное писать, если мы хотим что-то поправить, мы везде имеем код на Джули. Гомогенный код на Джули. Роман, можно ли еще вопрос к предыдущему условию еще? Так, а вот здесь справа, это же, вот смотрите, слева это понятно, это да, какой-то DSL получается. Нет, слева это чисто какой-то их формы. Ну да, да, это вот какая-то их форма. Справа это DSL. Справа, да? Справа DSL. А, так. То есть вот эти вот стрелочки, это что? Это какие-то переопределенные операции DSL этого? Да. Ну, я не смотрел код того, что там написано. Ну, то есть, во-первых, это макрос. То есть, макрос имеет возможность каждую строчку интерпретировать независимо. Значит, как оно раскрыто в макросе, не знаю, но, по-моему, вот эти стрелочки, у Джули есть определенные там диапазоны, что можно в качестве операторов. Скорее всего, вот эти стрелки созданы как операторы, остальные используются просто либо как какие-то определенные значения. В общем, как бы то ни было, эта код, она переваривается. Ну, внутри, естественно, этого пакета, внутри макроса. То есть, опять же, что хорошо у Джулии, в отличие от, например, там, Питона, если нам надо посмотреть какую-то реализацию какого-то метода, мы всегда можем спозиционироваться на строку этого самого пакета, где реализуется этот метод именно на Джулии. Наверняка, где этих Джулии будет код на Джулии. То есть, в отличие от, например, Питона, где мы легко просто на какую-нибудь там СИКО уходим и дальше библиотека неизвестно где. Начну из пакетов, опять же, из этой же самой статьи, ссылка, большое количество этих биологических пакетов, я совершенно не представляю, для чего они нужны. Ну, опять же, поверим на слово, что они действительно нужны биологам, микробиомы и прочее. И фармацептики аналогично. пользуется большое количество этих библиотек просто потому, что Джулия имеет высокую производительность. Еще один проект Модия. Несколько пакетов Модия.jl, Модия.3d. Что это такое? Это возможность описать маятник с какими-то характеристиками и заставить этот маятник двигаться. Что интересно? Смотрите, указания unit, то есть значения, которые мы здесь указали, для физических величий, то есть для метров, килограмм, ньютона, метр в секунду, радиан и прочее. То есть Модия моделирует физические процессы с теми размерностями, с теми указаниями того, что это такое, понимает значение, является ли это килограммой, является ли это метрами и прочее, и, соответственно, каким-то образом дальше внутри работать. Но нужен такой пакет, не нужен, это отдельный вопрос. Пакет развивается, дальше мы можем получить графики, колебания этого маленького запухающего колебания, отправим это к физикам. То есть вероятно, школьникам, как минимум, студентам может быть интересно. Физикам не знаю, просто потому, что, опять же, область не моя. Отдельно можно сказать следующее направление, это эмуляторы квантовых вычислений. Активно развивается область, в том числе на прошлогоднем Jolio.com был доклад достаточно большой, посвященный, во-первых, тому, как запускать на Jolio эти квантовые вычисления, во-вторых, машинное обучение на квантовых вычислениях. Более того, вижу, у нас Кэтрин присутствует, как докладщица, одна из заказчиков на этом выступлении. Соответственно, если какие-то вопросы, я думаю, что она ответит. По тому, что смотреть. Собственно, мы уже подошли к концу. Основной сайт Jolio, документация на Jolio, Jolio Learning, это сбор учебных планов, которые, не учебных планов, учебных материалов, что в каких университетах преподается, собирается все в одном месте. Достаточно полезный курс для погружения в Jolio, Computational Thinking, MIT. Так, наверное, уже надо было исправить год, но, тем не менее, тем не менее, все находится там в одном месте. Это обзорный курс, посвященный тому, как Jolio используется для различных аспектов деятельности, начиная от обработки изображений и заканчивая моделированием климата. Дискурс, основной сайт, где можно задать любые вопросы, Jolio Bloggers, агрегатор для статей по Jolio, совершенно новый проект Forum Jolio.org. Если есть желание писать статью именно по Jolio, можно писать его сюда. И часть методичек даже на русском языке, в том числе те материалы, которые есть в МГУ, есть где-то курс, но я не знаю точно, как он читается. Значит, можно посмотреть, что есть. И большой хаб на кадр, посвященный именно Jolio. По теоретическим статьям, естественно, одна из базовых статей основателей языка, то есть, что такое 2015 года. Первый, 2012 год, 2015 уже более-менее устоявшийся синтаксис. Значит, эта группа исследовательская рекомендует для тех, кто, соответственно, интересуется языками каковыми. Значит, две статьи. Статья про Jolio Biologist, тоже имеет смысл посмотреть. По экосистеме в целом большое количество картинок, много чего в Jolio сейчас уже есть, то есть, можно считать, что язык состоявшийся. Дальше подобные семинары, наверное, имеет смысл проводить уже в конкретном направлении анализа данных по конкретной предметной области, видимо, и ДСП, и химические, и фармацетические, ядерные исследования и прочее. Очень-очень много направлений. Ну и, в общем-то, мы пришли к концу. Если есть какие-то вопросы, то я с радостью готов ответить, и, в общем-то, среда заработки рядом, если что, могу и проиллюстрировать это как выполняется. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Роман. Да, очень такой содержательный, мощный доклад вот в этой предметной области. Ну что, коллеги, есть у нас сейчас вопросы к Роману? У меня вопрос. Роман, я правильно понял, что определить абстрактную структуру, ну, например, я условно говорю, список либо множество, так нельзя сделать без привязки к конкретному типу? Нельзя. Абстрактный тип, он всегда, по сути, просто определяется именем, и в этом смысле у него никакого тела быть не может. Видите, я спрашивал именно про некий структурно-составной тип, не знаю, как правильно в данной ситуации сказать. Окей, я понял. Ну, структурный тип, секунду, пример там у меня был. То есть, если мы хотим сделать абстрактный вот такой вот, то мы можем порядок список. Не список, там число, целых, не список, строк, а вот просто порядочный список, который мы потом примечим в своих программах к целям. у нас есть вообще-то array. Если мы говорим об типе array, например, где он мне тут, надеюсь, что у меня сейчас код работает. То есть, ну, например, subtype, abstract array, по-моему, называется, abstract array. Что я здесь делал? Я сделал распечатку abstract array. Странно, оно у меня распечаталось, но в abstract array мы здесь видим большое количество потомков. То есть abstract array вот как абстрактный тип, который, в принципе, не содержит полей, но все массивы являются потомками abstract array по дереву. А, то есть можно, то есть, а группа по такому же принципу смогла определить свое собственное что-то? Ну, да, он просто не содержит никаких тел, но иерархию вы можете сделать. Окей. Если вы хотите воспользоваться опять же собственным множеством какое-нибудь, вы можете сделать как потомок этого самого abstract set, потому что abstract set он тоже присутствует. Окей, понял, спасибо. Спасибо. Так, есть ли у нас еще вопросы? Роман, здравствуйте. Спасибо за такую лекцию познавательную. Тоже являюсь, изучаю Джулия, и хотелось бы узнать лично о вашем опыте, то есть, что конкретно вы разрабатываете на Джулия, для каких целей используете? Ну, активно мы начали работать с Джулией где-то в 2018 году, после того, как первая версия одинокинга была опубликована, и ее мы используем для анализа текста. То есть, когда-то мы начинали с классического анализа текста, сейчас тягиваем нейросети, с нейросетями там есть определенные тонкости, но опять же, как я уже упомянул, сейчас тренд такой, что все-таки все стараются делать на Питоне основная масса, но тем не менее, тем не менее, опять же, достоинство интеграционное, Джулия, во-первых, значительное количество этих вещей, которые делают на Питоне, мы можем сделать, а то, чего нам не хватает, в большинстве случаев нейросеть, можно выгрузить в Onyx-формат и, соответственно, исполнить ее чем-то внешним, либо, просто, когда очень надо, мы можем просто подключить библиотеку на Питоне, поэтому работаем с обработкой текста. В течение лекции вы чаще всего сравнивали Джулию с Питоном, с ее преимуществами над Питоном, а с вашими какими-то проектами можно как-то познакомиться и посмотреть, потому что самому интересно данное направление, то есть, я еще не занимался, но интересно бы посмотреть было. Ну, смотрите, на Хаббар я написал несколько статей по Джулию, в принципе, там можно посмотреть, что можно делать, конкретно наши проекты, там большинство из них, они закрыты, то есть, часть мы выкладываем, например, я упомянул бенчмарк по sentence splitting, то есть, в чем там задача была, задача была посмотреть, ну, во-первых, сделать бенчмарк, во-вторых, посмотреть, насколько мы можем качественно разбивать предложения теми средствами, которые у нас есть на Джулии, ну, и оценить производительность. Вот, например, этот бенчмарк, он открыт, если его, там, не так давно сделали полностью открытым, ну, по нему, там, статью, надеюсь, что скоро сделаем, просто отправьте мне тогда сообщение в Telegram, где-нибудь, и ссылку я вам могу прислать. Да, хорошо, спасибо. То есть, смотрите, вы показали пример пакета Flux, да, вы поверх него что-то как-то используете его? Ну, сами мы под него не пишем, то есть Flux, если вы используете что-то нейросетевое, что-то, что связано там с дифференциальными уравнениями, то сильно вероятно, что Flux будет внутри. Нейросетевое, ну, 99%, дифференциальное уравнение, куски от Flux или сам Flux почти наверняка будет. Понял, спасибо. То есть, ну, опять же, здесь апеллирую к документации, документация там весьма неплохая, лучше посмотреть туда. Просто вот еще хотелось бы, когда, ну, сейчас, когда в мире, да, говорят о каком-то обучении, да, всегда говорят о питоне, то есть вы, как бы, все-таки настаиваете на том, что Джулия имеет какие-то преимущества над питоном, и поэтому стоит, как бы, скажем так, тут первый вопрос, а есть ли у питона какие-нибудь преимущества перед Джулией? Дело в том, что для меня это вопрос, питон скорее перерекламированный язык, и почему его сейчас рекламировали? просто потому, что учебные курсы платные в том числе, ну, и просто уже там везде, где только можно, его впихивают. Ну, если объективно говорить, а есть ли у него хоть какое-то преимущество? Наверное, нет. То есть, ни в синтаксисе, ни с точки зрения скорости работы, ни с точки зрения удобства питона, очень дорогой язык, потому что, как только вы начинаете заниматься разработкой серьезной, то в питон, ну, почти наверняка вы будете вынуждены писать какие-то части кода, либо на сайт, либо на C, C, значит, вы получаете проблему переносимости между операционными системами, с тяжелой вязкой, все, что с этим связано, с отладкой C программы, и так далее. То есть, в этом смысле, скорее, от питона они недостатки. Это чисто мое мнение. Да, спасибо. То есть, смотрите, вы же, как бы, получается, преподаете, да, в МГТУ имени Баумана, или как вы? Ну, Джулия у нас, там пока что она идет боковым курсом, именно как раз для биоинформатиков, но там читаю не я. А на BMT, да, то есть? Да, На BMT один. В этом году был первый пробный курс, ну, вот как раз вот скоро узнаем по результатам экзаменов, как они отреагировали, как справились. Акцент именно на то, ну, то, что мы вот здесь видим, то есть, биоинформатики, зачем вам изучать там 10 языков программирования, если можно начать с первого курса изучать Джулию и дальше уже работать на высокопроизводительном языке, имея возможности, в общем-то, те же самые, что на питоне, но не надо стыковаться ни с чем сторонним. То есть, если чего-то не хватает, если не хватает какого-то алгоритма, мы можем дописать это на Джулию, и мы получим в любом случае высокопроизводительный код. Спасибо. Да, спасибо. Так, ну что, коллеги, еще вопросы у нас есть? Ну, вот вроде бы я не вижу, но тогда еще раз благодарим Романа за интересный для год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова